Какие деревья Ставрополя попадут под особую охрану, сегодня решали эксперты и местные жители. В музейно-выставочном комплексе «Моя страна, моя история» прошли общественные слушания по проекту «Зелёный щит». Это народное название федерального закона о лесопарковых поясах. Документ позволит выделить вокруг каждого города особо охраняемую зону и защитит её от вырубки. Анастасия Зубрицкая продолжит тему. Лариса и её дочка Валя пришли на общественные слушания по формированию «Зелёного щита» Ставрополя со своей проблемой. Почти два месяца назад они вместе с другими жителями улицы Соборной и Краевого центра самостоятельно встали на защиту от вырубки полос леса, которые расположены возле их домов. Люди получили уведомление о том, что на месте «Зелёной зоны» построят дорогу. Под угрозу тогда попали 10 тысяч деревьев. Чуть позже в администрации сообщили, разрешение на вырубку зелёных насаждений и строительство дороги на этом участке не выдавали. Однако это покушение на многолетние деревья, говорит Лариса, далеко не первое. И всё это время, рассказывает, их приходилось защищать самим. Не первый год. Изначально у нас хотели другие лесополоски, то есть дороги тоже хотели открывать эти все. Мы боремся, надеемся, что когда их поставят на кадастровый учёт, что всё это будет защищено законом. Я тоже переживаю за это. Мы всё же там гуляем. Мы любим дышать свежим воздухом. Мы не хочем сидеть в каких-то газах и не дышать им. Окончательно поставить точку и защитить деревья от вырубки, но уже по букве закона, уверены активисты, поможет законопроект «Зелёный щит». Внести в том числе и эти полосы в щит Ставрополя уже предложили эксперты ОНФ. Там только 17 гектаров лесных полос на этих участках должны будут быть защищены. «Зелёный щит» — это народное название федерального закона о лесопарковых поясах. Он вступил в силу с 1 января этого года. В документе предлагается, чтобы вокруг каждого крупного города страны выделили особую зону с ограниченным режимом природопользования. Деревья, которые войдут в неё, пересчитают и защитят от вырубки. Законопроект приняли по инициативе Общероссийского народного фронта. Его автором стала Ольга Тимофеева. «Что он предполагает? Что в каждой территории, в каждом субъекте, крае или области могут создавать так называемые «зелёные» ПСА вокруг любых крупных городов. То есть это вся растительность, городские леса, федеральные леса, на которых запрещено вырубать, строить. Есть только одна лазейка — построить для социальных нужд. Если, к примеру, нужна поликлиника или дорога, но при условии тотальной компенсации, вырубил, посадить такое же дерево в таком же объёме». Всего же в «Зелёный щит Ставрополя» только эксперты ОНФ предложили внести больше 4000 гектаров леса или 245 территорий. Это парки, скверы, полосы и небольшие лесные массивы. Все они расположены внутри и вокруг города. Эти предложения уже рассмотрели в общественной палате, назначили слушание. Добавить к перечню свой зелёный участок здесь мог каждый участник. После уже дополненный список общественная палата передаст в Краевую Думу. «С учётом безобразного поведения, так сказать, застройщиков, представителей, кое-кого из представителей власти, количество лесонасаждений сокращается, вырубается бесконтрольно. И, конечно, это нужно положить конец». «Почему на самом деле эта тема родилась ещё несколько лет назад? Потому что мы просто всё разбазарили, вырубили, передали в частные руки. И сегодня ситуация встаёт достаточно сложная. Через несколько лет, если мы не создадим защитные пояса вокруг крупных городов, где есть промышленность, где есть большое количество направлений, мы просто не сможем дышать, потому что у нас не будет природы, которая будет воспроизводить кислород. Всё очень просто». В планах такие зелёные щиты создавать и в других крупных городах края, в первую очередь вокруг курортов. Между тем, щиты уже защищают четыре города страны. Ещё восемь сейчас так же, как и Ставрополь, в процессе подготовки. Стоит отметить, что даже после того, как окончательный список охраняемых зелёных насаждений сформируют, его можно будет дополнить. А вот сократить, напротив, нельзя. Анастасия Зубрицкая, Николай Попов и Константин Шелиапин. Ставропольское телевидение.